ПЕСНЯ 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 Отец Небесный, благословися и за меняйте. Да открой наш ум к разумению священного писания, дабы нам быть не только слушателями, но и исполнителями. ПЕСНЯ 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 Честая глава 18 стих Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых толкованиях Вооружив их, наконец, ведет к Царю, чтобы умолять его Да, прострет он руку, ибо сказав, возможность угасить, чтобы не возгордились, говорит Вы имеете нужду в Боге и можете завершить все дело вместе с упомянутым молитвой Молясь не просто, но всякую молитву и прошение с плачем, биением в грудь, коленопреклонением и тому подобными действиями И не восстановленные только часы, но во всякое время и Духом То есть Духовного прося, а не Мирского Но говоря, всякую молитву и молитесь, намекает, что можно и совершая молитву, не молиться, когда кто пустословит Или о всеночных гениях здесь говорит, или о бодрствовании души То и другое можно понимать Ибо вооруженному и стоящему предцарю должно быть бодрствующим Подобно каноньянке, вдовице и ане Ибо такова действительно молитва, соединенная с терпением Ну и человек первый раз пришел Он это рассчитает и сталкивает, что он поймет Просто так вот идет решить Ну что-то поймет Учителя израильского народа Это большое звание И видя чудеса Божие, он понимает С человеческими университетами этого не добиться Здесь никакие золотые свиты не помогут Такие чудеса, короче А Господь, Бог даже на это ноль Как будто не слышит, я говорю, надо народиться свыше Вот его состояние А можно понять, потому что он ненормальный Я ему сейчас говорю о том, как посеять пшеницу А он мне рассказывает А у меня ягоды на городе вырастут Похожи? Да не то Его состояние, пацан, надо понять А оно повторяется А как родиться? А слово родиться знает только одно Через женское шрево А как, взрослый снова должен войти? Я говорю, что нормальный он или нет? Но это невозможно, никак нельзя Это невозможно Он говорит, другого решения вообще нету И вот мы, когда начинаем разговаривать с людьми Это рождение свыше Кто не родится свыше, не может убедиться акции Божьей Даже на мутации его будет Как строил храм Кончал университеты Был патриархом Знать не знаю Вот это все надо настолько ясно сегодня представлять Что даже говорить не надо Ты можешь в любое время днем и ночи сказать Вот это день, минута, когда я был таким и стал таким и родился Поскольку я не разговариваю Нет, нет этого Редко, редко когда А вот я стал слушать и понял, надо Тут ни к понятию дело Ты стал другой Тебя не было такого Здесь говорится в духовном плане разумения Я сейчас-то буду говорить о чем Вот даже батюшка не разговаривает Я разговариваю, он говорит А он Батюшка-то простой Он говорит, а я этого не переживу никогда Я называю день 27 сентября 1960 году 17.00 Карла Розенбергла, 17.4 Там, в Латвии Я пришел Я знаю, что В 6 вечера Последний идет катерок к нашему кораблю Он на рейде стоит Дальше у меня разговора нет Я не убегал У меня билет в кармане В кино сходить Здесь сразу все другое Не то, что я бы напрягал силы Первый раз ты помолился своими словами Я на самолице встал Это тот, кто склонился И кто стоит Это абсолютно разное Они никакого родства даже на собой не имеют Это вот Если этого нету Начни заново Еще не поздно Но я буду говорить Это не понравится Вот что делать Ты скажешь Да и ходить не будут Меня позорят там Верующий сказать этого не может Если сказали неправильно Ты вытерпишь Ну неправильно Может, вчера все вспомнили А если это правильно Господи, как исправить это положение? А что Богу нужно? Богу все нужно наше Вот я буду говорить А ты На бумаге Вот у сестры Тетрадка Таких тетрадей не продают Нигде Она в единственном счете А ты скажешь А ты приложил какие-то силы? Покажи их Тетрадей не делали А в твоем деле А в твоем деле Делали обыкновенные Тетрадей И вдруг 506 страниц Открываются Как анонитяный Думаю Переплет какой Человек, который Не знает Эму разницы Никакой нет А мне близко Как я ходил покупал Бумагу На тачке возили Отовсюду люди идут Сколько это время занимает Как корочки делаются Как вот этот Отпечаток накалить Положить и ударить Сколько А всего лишь его Суменькое такое Господь зашел Притчи, конечно А как ты не врачной одежде вошел Господь, да Я родился свыше Благодать Духа меня привела Я не об этом, Господь Я тебя спрашиваю Почему ты пришел Мне врачной одежде Вы считали про это? И он еще не отвечал Ты можешь ответить Почему ты так одет Вот у нас кто приехал Бородники в один день Пришили все Гайтан, видать Видать Что у тебя Не хватило материи Пришить Да никому не давай Сядь сегодня же Приши Это благословение будет Почему руководка Отсутствует Я ни разу в жизни Даже не помню Что он одевал вот это Почему? Брачная одежда Мы пришли к Солю на пир А как узнать Рожден нет Первую очередь Самое первое Кто любит меня Тот сам ведет Мой заповеди Так? Как я говорю? Нет? Значит Его заповеди Где в Слове Божьем Мы сейчас Идем по этим Осколкам Где-то принимаются А еще все они Не приняли И послали И такое грозное Как будто Они верующие все Я услышал один раз Вот у нас Устав приняли Обязательно быть в поясе На службе Без свитера А я говорю Без свитера Под рубашку надень Безукоризненно Почему ты шофер Ты должен все знать Это у нас Разницы нету У нас Шоу Забылся А в Германии Не так А варе-то тех Нет, как у нас Заснул Выскочил На встречу А у них прибор Стоит особый Сколько едешь Четыре с половиной часа И он заглыхает И сразу картинка Нарисована Человек спит Лекарство не помогает Старом Подъехал Заснул Сколько? Не меньше Полтора часа Во всей стране И все Сонны Ты едешь Не знаешь куда Я рассказываю Один случай Влезть-ка его фамилия Ученый-секретар В ГТУ Где Вот учился Тереть Ученый-секретар Профессор Секретарь-профессор И вот жена Она откуда там С Воронежа Поехали Полера Поехали Да ну некогда Ну охота Домой ехать Она оттуда взята была Вот это уже Разница большая Тогда он оказывает Я ехать буду Вот ты за мной За мной Смотри Я тоже Спачкащу Но едет И вдруг Он видит Икона На дороге Большая икона И она поднимается Вот так вот И он видит Божья Матерь Он как вскрыкнул А она ему говорит Зачем ты на меня едешь Что я глаза открыл Навстречу Грузовик огромный несется А она спит рядом Как я тормознул Да вправо А вправо там обрыв Река Я едва остановился Люда Да что ж ты делаешь То как ты могла заснуть Как продумано все это У тебя авария Ты в дороге съехал Кому ты нужен Если ты отойдешь У тебя половина растащит Всего держа А в Германии по-другому А в Альтии У нас артистон Когда пишет У нас встречалось что-то Мы съехали в сторону Мимо едет по этой же дороге Человек обязан Остановиться Закон написан Ему когда дают Права Остановиться И спросить Что нужно Куда-то сообщить надо Может у меня запасная деталь Есть Ну у нас Когда это будет У меня на работе Барата Муж ехал А тут Поезд заездил На территорию Он его стукнул Ну Живой мужик остался А она вышла Сторожиха Я говорю Стою люди Подходят И что-то отрывают Я говорю Это моя машина И ничего не могу сделать Оторвнять Мужа-то убезли Понимаешь Рядом сама Она тогда кому-то сказала Палатку принеси На крылья Ну тогда лучше пошло Это наш феномен Русского человека Украсть Не работая Стать богатым Вот чем все Беловцев там занимаются Речь идет о триллионах Которые с пенсии сняли А в Германии было так Или там в Японии Они даже не слышали про это А теперь вот они русские А тебе сказал я про это Ты что-то изменишься Я сомневаюсь А почему сомневаешься Потому что Дважды говорить неудобно Я уже надоедаю А первый раз Сейчас сказал Ты продумал Так На свадьбу было ли? У тебя брюйки какие были? Жицы? Да А я тебе говорил Показывал Показывал Зачем ты их надел Когда дальше Ты будешь в алтаре Там или где Будешь А я в алтаре Это увидел Ты там Присаживаешь Ты отложил А потом все равно надел Вывод только один Его сегодня Должны сжечь Ты не пойдешь На это Не пойдешь Ты сам не зарабатываешь А ты убеди родителей Стань на колени Скажи Мне говорили Я послушался Меня похвалили А пошел туда Старая шкура Крокодила На тебя заскочила Теперь ты неприятно Слушать Но ты перед Богом Будешь отвечать Да вот в чем все Зачем ты пришел Мне в брачной одежде В алтарь залез Поехал туда Позорить меня У нас этого никто Не делает Я бы тебя не запустил А я должен сказать это Потому что Это живой человек Ты не вредный Ничего Но вот эта Старая шкура Она не сброшила Рождения не было У рожденного Слышал Он все время Любой шаг Новый А как это будет Кто сегодня По мне в машине Приезжал Белая машина Кто это был Егор Калашников А? Егор Егор А то и машина такая Похожа на нашу Там тоже свои беды Вот я тебе сказал Скажи Какие твои впечатления Когда они считали Это послание Дефицант Мы верующие Мы не сидим Уплатим Мы со старыми Там 10 Жон было С одной остался А не было что показать А Павел показывает Вы не знаете это Хватайтесь За обрезание Когда оно окончилось Резать нечего 2.11 Читай Колоссянов Мы обрезаны Обрезанием Нерукотворенного Будущее Совлечивого Греховного Где в крещении Обрезание Это прообраз Ягненок Которого резали Это прообраз Христа 1.29 Вот Агнис Божий Агнис Ягненок Который Берет на себя Грех Радо того Он не мог брать А на него Возложили Считали Так А прощался Не прощался Но напоминание было Отец Ты ему потом расскажешь Что я тебе сказал Расскажи Подробно Что я говорил Потому что Мы собираемся Не для того Что делать Куда у вас Пустое По слову Божию Я сегодня Спросил своих Я говорю Вот мы Поболимся Позанимаемся Что у вас дальше Все-таки После обеда Еще время много Вы знаете Они мне подарок Принесли Они дружно Ответили Считать будем Библию Не потыкал Я думал Вот это может быть Вот это поехать Куда-то Или что-то Хотел Думаю На рыбалку Съездим Или Скупаться На самоков Самоход Ну вы сказали Так Я отступился Думаю Вот это да Я вам скину Кое-что Тут вот о чем Мы разговаривали Одеться Брачные одежды Вот Не со зла Пришел Господь объявил Брачный Сыну Пир И зашел Осмотрел Только одного Увидел Небрачные одежды Воротника Нету Рукава нету Как ты попал Сюда Я делал Замечание Сейчас Я уже Платную Подошел У тебя Жильцы были У нас записаны Нельзя Ты поехал Нельзя Снял Я похвалил Я похвалил И батюшку Похвалился Вот подрастает Какой внимательный А он Я говорю Старая краковина Шуба На него заскочила Поехал туда И уже эту мерзость На себя надел И заходил И заходил Когда мы Прислужил Ну и так Было А я всего Немножко Смотрел Еще раз Посмотрел Так или не так Я спрошу Неприятность Но Неприятность Выходит Боком Большим Боком Это Послали Кефицианам Проходим Невеста Уже Венец Надевают Я не пойму У ней Волосы Здесь Или Надеты Вон Черно Побой Волосы Вы не думайте Что Мне это Надо Мне это Не надо Но я Обязан Это Сказать Какое Я буду Тогда Если Не скажу Теперь Венец Надевает Надевает На то Что Бог Не принимает Батька Куда Смотрит Ему Все Равно Так На нем Отвестность Не моя Я бы Был До Не Было Там Не Было Я бы Сказал Вот Ты Всегда Одевалась Она Нормальна Значит Стороннего Нету А Эти Разницы Нету Какие Ее Друзья Приехали Штаны Будто Надеты А Сторон Все Неверующие И Что Поехали Они сейчас В Дагестане Там Где-то Стоят И далеко Мещей Где Они Не знаю От кого-то Мне Скинули Эти Материалы Где-то И что Она Будет Носить Платок Тем более Нация Которая Которая Женщина Надета Всегда Хиджа Хиджа Как у нас Побойник А сверху Так Надеты Все И Небо Никогда Не должно Увидеть Тебя В другом Положении Я делал Печень У Казахов И Казашка Говорит У нас Аллах Он Не любит Когда Голова Открыта И Поэтому Моих Волос На Небе Не Видели Она Не Наша Вера Христианская И Живет Она Не В Казахстане А В Барнауле И Она Твердо Это Держится Почему Ей Наказали Родители Мы Считаем Слово Божие Но Считаем Давайте Применим Его К Жизнь Я Сразу Перешел На Тетради Я Помню Почему Моя Тетрадь Мои Руки Режут Обрезали Закругляли Корочки Все Сделать И Понятно И Таких То Было Переплетено Двое Не Одна Тетрадь А Полторы Тысячи Тысячи А Почему Труд А Всего Сколько Переплет Около Трех Тысячек Не Переплет А Книги Бывает Без Страниц А Страницы Нету Я Еду На Другой Город У меня Священие Вот У меня Есть Навыки Деда И Я Еду Туда Перепечатаю Теперь На А книга ушла Старой Книги Одна Книга 21 Килограмм Кажется Я На Плеще Нес По Мешке Вы Слышали Один Раз Крепко Требите Это Спрос Будет Немой Господь Ты Из Всего Смотри Вот У нас Здесь Приезжают Люди Перейти Только Через Дорогу Ни разу Занятий Нет Вы Не думайте Что это Занятые Нет Ничем Не Занятые И Не Надо Думать Что Я Больной Человек А Я Буду Верующим Он Не Будет Трястись Над Больным Мне Храм И Пошел Храм Господь Откроет Аристал Истину Твою Ты Один Аст Услышал Сегодня Заработать С отца Отца Умоли Мать И скажи Мне сказали Такое Это собака Крокодилова Шкура На тебе Все Это Поворотный Момент Будет А может Быть И так Теперь Что написано В Слове Божьем Так И так Ты сравни Со Словом Божьем Если Сомневаешься Почему На первом месте Любовь Если Любите Меня Господь Говорит Ну Я же Его Не Вижу А Библия На руках Соблюдите Заповеди Мои Мы Это Как раз Сейчас И Проходим А Заповеди Они Выходят Жизненной Практикой Какие Мы Что Едим Да Бог Разве Смотрит Что Я Говорит Положил Очень Даже Смотрит Очень И Библия Об этом Говорится Кто Будет Есть Вот Это Да Будет При Этом Смерти Это Наши Законы Такие Вот Бог Только Сказал Что в субботу Не работает Там Объяснений Никаких Не В Открой Библии Ты Увидишь Я Представляю Эту Картину Я Без Слез Не Могу Читать Человек Пошел Ну У него Самовара Не Что 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 Было На Чем Он Готов Обед Ты Меня Здесь Сар Подожди Я Сейчас Схожу Там Сучки Пособираю У нас Ребятишки Рядом Все Собрались Пошел Его Зацепили Посадили В сарай Что Они Делают Обеда Нет Он Еще Ничего Не Понял Обед Никогда Больше Не Потребуется И Это Говорит Бог И Его Которым Мы Погоняемся И Пытаемся Обмануть Его Все Время На Кажем Шагу Я Вам Покажу Обманываем Здесь Потеряем И С Площейком По Самой Большой Программе Обманываем И Здесь Получилось Так А Что Сделать Моисей Говорит Утром Я Сам Не Знаю Что Делать Сучки Собирал Дров Не Было Березки Топили Егод И Было Все И Утром От Бога Которому Он Молился Приносил Жертву За ним Не было Никаких Недостатков Один Недостаток Сучки Собирал И Бог Говорит Умейте Его Жену Детей Скотину Шатер Все Оничтожить Люди Когда считают Это Какая же Ваша Вера Медоведская Да Разве Это Можно Уже Не Ко Мне Этот Вопрос Упрек Не Мне Ты делаешь Упрек Богу Который Дал Этот Закон Десятисловие Все Испугались Ну Сын Растет Ушел Из дома Где-то Гулял А теперь Научился Деньги Проматывать Марихуану Покупать И Написано Измучились Родители Они К старейшинам Города Пошли И говорят Вот нас Такой Это Бартен Не слушается И что Делать Из дома Тащит Мод Мод Это Проматывает Деньги И пьяница Те мужа Вы уверены? Еще не уверен На этом доме Живет Он сейчас Полупьяный Там Так Арестовать Привели Родители Первые Кладут 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 Руку На Голубь Поклянитесь Что Так Было Поклянитесь Поклянулись За город Вывели Каждый Несет Камень Город Собирается В Срезвычайное Положение И Камнями Бьют Его Голову Размошили Мозги Вытекли А камни Кидает И кидает И там В холм И туда Учителя Будут Водить Кто Не слушается Родителей Занимается Наркоманией Мартын Лежит Там Я говорю Библейские События Нам Другого Не будет Закон Вот он Перед нами Лежит Еще Мы Сегодня Пришли Сюда Еще Больше Полюбить Господа Вот Не приходит Он Я Отсюда Иду И захожу Почему Не пришли Ответа Нет Никакого Сонный Вид Ясно Дело Через Дорогу Это Перевести Не Нуждаются Ему Это Повторяю Люди Очень Хорошие Исполнители А знаете Бежавший Иззада Когда Сказал Хорош Он Говорит Там В аду Много Хороших Там Много Там Ни Один Пьяниц И Один Фашист Коммунист Там Христиан Больше Всего Интервью С дьяволом Люди Думают Что Они От Меня Избавились Самый Большой Грех Сделали Что Они Признали Что Меня Нет А Раз Меня Нет Значит Теперь Я Мне Бряк Дьявол Скинул Прямо Сделали Как Они Сидят Разговаривают Пишут На машинках И Там Кто Звонит Так Джон Это Тебе А Он Все Думает Интервью Пишут Дьявол Дьявол Газеты Разные Перед Нем Лежат И Друг Голос Говорит Сегодня Там Ты Должен Быть С дороги Свернешь На 180 Километре От Барнавула И Там Лез И По Лезу А Там Ты Найдешь Меня Кто Дьявол Ты Искал Встречи Ну Да Вот И Дальше Начинается Открытие Встречи Конечно Художественное Но Настолько Подобран Образ Образ Такой Как будто Саша Духа Делал Смотришь На Его Копия И Вот Дальше Как Он С ним Встретится И Что Будет Говорить Задавать Вопросы И Чем Это Кончится Продумано Очень Сильно Советую Посмотреть И Не Один Раз Интерес Дьявол Ты Слышал Погибли На Переваре Дядовы Девять Человек Сколько Лет Прошло Они почти Ровестники На Один Год Старше Меня Только И Почему Они Бежали Вопросы Не Отвечены Думали Что Лавина Лавина Какой Там Холм Просто Там Ниоткуда Лавини Были Вопрос За Вопросом Рыгали И Все Провергли Теперь Почему Гематома Нет Гематома Это Ударил И Там Сразу У тебя Кропик Накопляется Видно Синя По глазу Ударили Синя И Здесь Изнутри Ребра Переломаны Несколько Раз И Гематома Нет То есть Кто-то Рвал Изнутри И Как Слепоцин Никто Не Видит Я Все Это Показываю И Стоит Там Взгляд Православным На Это А Провергнуть Ни Ничего Не Может И Что Интересно Карпов Это Ага Карпов Лыков Вот Она Показали Когда Вот Это Ну На Ниточки Повесили Все Она Не Знает Ничего Не Говорит Они Мертвые А Лица Какие У них Темные Как Она Разговаривает Так И И Она Не Знает Где Они Явл Многих Погубляют Она Начала Говорить Как будто Слышала И Читала А Она Ничего Не Знает Кроме старинных Книжек Считается Она Вряд Но Она Провела Другую Жизнь И Вот Мы Сейчас Об этом Говорим Начнем Покажем Господу Что Мы Обратились Первый Шаг Свой Сделай А Если Этот Шаг Не Сделан Тебе Проверить Себя Никак Нельзя Я Вот Это Любил А Вот Обратился Все Это Ушло Да Я Любил Все Силы Поплавают Все Другое И Как Вы Знаете Кто Тебе Будет Говорить Никто Не Будет Глушков Не Придет Тебе Не Подскажет Ты Сам Определи Это Я Был А Сегодня Я Другой А Ты Поехал Ты Тоже Оказался Здесь Показал Переоделся Джинсы Скинул А там Опять Взял С собой На Такую Даль Я Советую Батюшка За свое Ответит Почему У меня Волосы Видные Я Отсюда Вижу У меня Я был бы Там Этого Не Было Никогда Так Не Ходило А Теперь Дальше Март 2000 Вся Страна Переоделась Женщины Скинули Плотки Назначенный день В магазинах Убрали Сейчас Юбку-то Не Купишь Вот Как Это Сразу Случилось И Теперь В городе Идешь Мы С кем-то Идем Так Вот Или Едем Ни Одной Нету В платке Мужчину Даже С бородой Иногда Встретишь Женщины Нету И Одетая В мужскую Одежду Почему 22 Опять Считаем Это На Законе Если Мужчина Одевается В женскую Одежду Женщину Мужскую Мерзость Это Перед Богом Это Море Мерзости Мы Пламем По Нему Ну Ты Хоть Кому-то Сказал А что Говорит Когда Такой Сам Вырос Один Раз Которые Приехали Сразу В этот День Севратники Пришили И все Гайта Не Видать Определенно Ну Вы знаете О чем Я разговаривал Стоит Вот Спяток На ноги Переваривается И Это Храм Как Щера Стоит Вога И Вот Так Отмахивается Ну Так Вы Еще Делаете А Всего Было Вместе С Мужчинами Только Десять Человек Десять Человек Ну На Молитве Стоит Перед Богом Перед Дарем Машется А Сколько В это Время Которых Задушили Которых Отравили В Камерах Кто В шахтах Там Дышит Одной Гарит Ну Еще Такие Себя Показали У Нас Воздух То Какой Открытый Не могу Другую Помогу Переду Другую Я Вообще Давно Уже Нет А Батюшка Закрыл В эти Двери Ты Что Туда Надежда Надежда Васильевна Встала Берем Ты Своей Туши Пол Берем Закрыла Воздух И не Даешь Сядь На Место Посидела Рядом На Скамейке Тот же Воздух Но Враг Толкает Снова Зар Вешенку Уцепилась И стоит Но Откройте Глаза Это Ваш Крам Ваш Священник Она Сегодня Без Платка Без Платка Только Мы Не Молимся Потому Что Молящие Если Позорить Свою Голубу Позоричная Позоричная Называется Если Она Здесь Здесь Уже И Прикрывает Она И Прех Пошел Там Она Будет Это Делать Уже Дагестан А Там Делать Нечего Стоят Мечети Какие Фотография Уже Пришел Где Они Я Рассказываю О чем Будет Скор Ну Великое Дело Одежда Господь Пришел Миллионы Людей Перед Нем Он Одного Сразу Вышел Почему Ты Не В Брачной Одежды И Написал Не Отвечал Ни Слова Ну Мог бы Ответить Так У меня На Хорошую Одежду Нет Не Отвечал То Все Наши Претензии Все Попытки Оправдаться Перед Богом Ничего Не Значит Да Не Буду Ничего Все Хлопал И Нет Его А Кто Да Кто Его знает Занятие Придет Время Откроем Так Я Зоволю О том Кефесян Апостол Павел Говорит С ними Как С неверующими Они Везде Что Могли То И Глотали Павел Разговаривает Дребезги А Павел Как Трудно Было Представить Перед Народом Перед Всем Я Ежедневно Три С Половиной Года Учил Вас Со Слезами Вы Проповедника Со Слезами Видели Ну Проповедник Мужчина Ясно Что Зрелый Возраст За Тридцать Лет Ему И Слезами Заливается Я Учил Со Слезами Три С Половиной Года Не Просто Выйти Там По Книжке Промямлить Что То И Следуем Сами В Себя В 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 Следуйте Не Просто Так Я Верующий И Следуйте Верили Вы Если Верили На Первом месте Любовь К Слову Божию Любовь А Когда Любви Нету Его места Пусто Не Бывает Ненависть Вот У У У У Это Перевод А Вот Вышли Теперь Которые Нету Не На Меня Они А И Сравнив На Другой И Там Я Знаю Михаил Это Делает Он Не Знает Что Существует Семь Переводов Они Один Надулся И Там Мария Какая Глушит Все Вокруг Еще Мак Подцепили Они Не Знают Они Не Считают Не Следуют Ну Никак Об Этому Нельзя Тут Комментарий 319 Сегодня Только Получил Опять Таких Комментариях Нигде Больше Не Найдешь Как На Нашей Книг Я Даже Читал Толкование Не Касало А Комментарий У меня Вынес На Живую Году Почему Это Пережит И Человек Это Передается У У Меня Было Оно Это Переживание Я Сказал На 27 Сентября 62 Я не знаю Может Минут Пять Я Молился Или Не Было Но У меня Как Нет Веры У меня В то Что Написано Господи Дай Мне Веру Это Первая Моя Молитва Была И Вот Как Верую 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 Так По Комнатии Его Не Было Это Я Так Услышал Я Встал Это Совершенно Другой Этот Который Становился Это Один Человек Я В Разом Господь А так Провел И Как Будто Нет Это Не Ты И Первый Кому Я Сказал В корабле Борта Когда Заходишь Резается Фальшборд Там Дырочная Вода Наливается Чтобы Она Вылилась Сама Первому Матросу Который Подает Канак Чтобы Подтянуть Нас В корабли Рядом Я Говорю Живем Совершенно Неправильно Христос Умер За нас У меня Блестящая Характеристика Такая Только Что Добился Разрешения Высшее Марифонное Ущелье Создать Три Курса За год Ты Понимаешь Что Это Не На Улице По Выбору Комиссии На Немец На Английском Или Французском Все Предметы Я Понял Мусор Пыль В Глаза Я В Души Ощущал Пустота А Здесь Все Наполнило Господь И Все На Утро Сейчас Нету Флажками Махать Как А я думаю А если Откажет Я изучил Русскую Флажками Показывает Как это По-английски Совершенно Другое Какие знаки Дать А там Бинокс Смотрят А аппаратура Отказала Я Все Это Изучаю Меня Не заставляют Сверхпрограммы Трех Курсов А я Никто Я тебе Говорю В первую Очередь Ничего Не жалей У меня Было Сколько Полный Рюкзак В один раз Раз Все Дом инвалидов И больше Я нарушений Ни разу Не сделал Я с вами Делюсь Брачная одежда Ты понимаешь Что это такое Вот выступают Это Краевое УВД Сейчас я не могу Сказать Это 750 Офицеров Наверное С всего края За мной Приезжает Полковник Выступить Перед ними А деда Прокурора По записителям Опять приезжают Я приходил домой Уже сумерки Такие Прямо Около храма Почти 147 Никитина Стоят два человека Я подошел Ближе Военные А я еду Где-то там Выступал Они говорят Мы тут решили Зафрахтовать Самолет Чтобы все Воинские счастья Облетели у нас Вези Выступили Большой кинотеатр Военными Набивая Под завязку И у меня Черезди Проход Вот так Протягивают А я им говорю Это засняли Где-то Молодые Здоровые Крепкие Ну просто Приятно Посмотреть При условии Если вы будете Верующие А не верующие Вы будете Бандитами Разбодниками Убийцами А они сидят Это флаг Кого-то Кого-то Учитель Учитель Не слушался Учитель Переживал Ты жизнь Обрывал Она не знает Что сделать А которые Учат Там Мусульман Я смотрел Как у учат Он отвечает Неправильно Когда за рука К нему Вышел С родителем Придешь А другой Его сразу Наказал А у нас Трудных Нельзя И вина Нельзя Пусть Яша плачет Я родился Все Одинаковые Второе Должен думать О небе Древние Египетские Какая у них Там была Бог Ра Мария Ра Думая О небе Помышляют О нем Земля Небо Везде Во всем мире Тысячу лет назад Сегодня Везде Одинаково И третья Двадцатая Глава Одиннадцатый Стих Откровения Просчитай Кто в Библии есть Просчитай Откровения Последняя книга Питер Ну-ка Этого нигде нет У него одной религии Только у православных Вот эта белая Нигде нет Я в Украине Спрашивал Желтая Ну это Подсолнечник Подсолнечники Ну какая же цель Ну из-за Какая это цель У Германии Черная Таурская Область Шахты И что Нет В России Нету Этого угля Это одинаково Для всех На всей мира Все там И увидел я Великий Белый престол Подожди Увидел я его А родился Мне уже Про это мама наша Сказала Будет суд Божий Бог говорит Терплю до конца А буду мучен Без конца Фразы такой нет Библии Но смысл Здесь есть Дальше И сидящего на нем От лица Которого Бежало небо Бежало небо И Земля Остается И не нашлось им места И что И не нашлось им места Нету места Все То есть Невозврат Море не будет Говорит И не нашлось места им И не нашлось имя Это все временное Вот это вот Родился в этом Бог тебе указан Живи для неба Синее небо Меня так манит Знаю что там Мой спаситель Христос Все в этом мире Бесследно камень В небе не будет Месть и угроз Прошу не спать Прошу не спать Внимательно слушайте Проспите Царство небесное Еще раз Прочитать И увидел я Великий белый престол И сидящего на нем От лица которого Бежало небо И земля Сидящий на нем Кто? И И От лица его Бежало небо Которое Мы смотрим Молимся Сегодня я Зарницы смотрел Ночью Вот так вот На таком расстоянии Примерно Вот в той стороне Сверхонет Земля ни одна не упадала А вот так вот Только молнии Небо Озаряется Озаряется Зарницы Объяснение какое Далеко не слышно грома Ну люди-то там далеко живут Тоже не слышат грома А молнии без грома не бывает Что означает И наконец-то ответы пошли Это между собой Глухонемые демоны И не где-то Отдельно считаем Вот какое дело Я сегодня долго стоял Смотрел Вот как оно Полыгнется там Горит Вот такое расстояние Примерно И там вторая молния Опять бывает Дверь рядом Зарница Ну Ну ты имеешься Заложи себе Зарница Ты увидишь Ответ дается А когда я говорил Я про эти Диафлама Ну говорит Кто-то там на них бросился Палатку разрезали А следователь сидит Все записывает А уборщица говорит Так это же изнутри Ман-си Им нужно сказать Что они глупые Пустые Там это И они бежали Все погибли Вызванный глаз Они их увидели Кого отрицали Другого нету Самое главное доказательство Ужас Которым бежали И последний снимок Это тарелка В дверях Поставлен был Фотоаппарат Он фотографировал Ну можно зарядить Я могу тебе Сбросить данные То есть Мой ответ В интернете Стоит на всем Ну если поддержали Которые люди Изнутри Ломаные ребра И ни одного гематома Значит Изнутри ломали Да А как изнутри Не знаю Так не бывает А удар какой Примерно на большую скорость Ударила машина Так написано На большую Но вы знаете Как машина Демоны залезли Вовнутрь И они рвали И ничего нельзя было сделать Исследовали Там лучше были Но только строго Засекречено На сегодняшний день Все записали Положили Не дали смотреть на себя Но похоронили А чего прятать Если то есть Значит Если то Тут все связано Самая большая Победа Дьявола говорит Что люди признали Что меня нет Все Все на кого-то На другого Будет идти Так Пошли дальше Девенадцатый стих Скажите По заднике Александр Какая това Шестая това Девенадцатый стих И о мне Да Мне было Слово Устами моими Открыто С дерзновением Возвещать Тайное Благовествование Толкование Итак Не за себя Только Должно Молиться Но Заметь Смирение Последним Ведь ставит Себя И просит Учеников Молиться И это Тот Который Находился В узах За Христа Да и Петр Находился В узах И за него Осердная Молитва Была Совершена Церковь Внимательно Слушайте Мимо Не пропустите Здесь Ответ На многие Вопросы Итак Он не заботится О том Что говорит Но Как Сказал Христос Не Заботьтесь Как Или Что Сказать Ибо В тот Час Дано Будет Вам Что Сказать Матфей 10 19 Так Как и он Отверзая Руста Передавал То Что Повелел Бог Так И все Он Совершал Божественной Благодати Отсюда Разумеешь Меч Духовный Который Есть Слово Божие Вот Такой Ответ Я Вас Спрашивал В проповеди Когда Говорят Почему Апостол Павлов Не Подражают Молился Говорят Три С Полвенные Года Учился Со слезами Не То Что Говорят Там Какой Это Луна Близкий Человек Нет Он Учил Всему Со Слезами И Видел Сколько Противеней Как У него Было Здесь Мне Сегодня Скинули Материал Он Мне Не Вышел В Электронной Версии Тридцать Третий Том Там Четыре Тысячи Какой Вопрос Что Такой Еретики Откуда Кто Еретики Самая Большая Этихия Такой Мы Что-то Держим А Что-то Нас Не Касается Считаем Кто Не Любит Господа Марана Фах Анафема Вот Пожалуйста Проверь Любишь Ты Господа Или Не Любишь Просто Пришел Отстоял А Дорога Идет И Спрашивает Кто Считал И Говорит Считаю Еще Не Знаю Что Там Фетр Вещалинов Игумен Председатель На всей Молодежью Православной Московской Патриархии 85% Молотил Сверхи Бесполезно Это Никому Не Нужно Никто Не Знает Это На нем Нет Ни Головей Его Никто Не Гонит Он Какой Был Такой Есть Петр Мещеринов Посмотри Люди Какого Масштаба Понимают Сейчас От Качева Напали Опять Дворкин А теперь Как Сняли С должности Митрополита Кого Илариона Илариона Как фамилия Алфеев Сняли Его Обложили А в Кремитаре Со всех сторон Но меня Все время Смущало Когда он Молился Я всегда Говорил Такой Талант Это Не музыкант А композитор И какие Он ролики Вставляет Библию За год И везде Начитывает Я Начитываю А он Начитывает В том месте Где это было И показывает Все это Вот это Все Когда-то Увидели Это он Крест Вот так Вот так Это что Здесь-то Что Мы Знаем Это голова Это пуповина Это правое Плечо Это лево Нарисуй крест И получится Что Это вот только Сколько А тут больше А если здесь Меньше То перевернут И крест Перевернут Только колдуны Шаманы делают Даже Чуть Ниже Раньше Говорили Господи Иисусе Христе Не пупа Возрисло Это Оживление Души Нашей Крест 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 Какая Душа Крест Крест Изображаем И не Твои Срадания Думаленько Так Гляньте Вот С Лободского Вышла Книга Как Называют Они Каждому Можно Читать Дух Скотехизм Да И вот Нам Много лет Один человек Говорил Что неправильно Крест Переносится И наконец Мы Наконец Они поняли Нарисовали Два креста Изображаются Там Перевернут А здесь Когда-то Пупа А здесь Получается Вот он Где А там Половинка Меньше Чем Это Все На месте Почему Не указали Кто Это И говорил Да И благо Что И говорил Главное Что Стали Делать Не чувство Отмечается Господь Сошедший С неба Через Чрево Девы Марии И Наши Вознесшийся Крест Христов Вознесшийся На небо И Грядущий Судитель Нас Грешит Переведи На правую Сторону Смысл Креста Христова А не Наших Страданий Тут Все Открыто Крест Христов А у Человека Свои Какие-то Страдания Непорядки Сгорело Украло И Тоже Реакция Должна Быть Своя Мы Должны Знать Горе Этого Каждого Человека Вот Я вот Рассказал Ни Один Кто не опровергнет Это реально А как Вы узнали На молитве Вы Кирилла Сахарова Знаете Игумен Около Храма Христа Спасителя Метра Двести Триста Ну и Что Получается Он Говорит Вы Видели Человека Чтобы Стоя На коленях В церковной Ограре Часами Плакал Он Обо мне Пишет Где-то Я выходил И У меня Безбожие Организмы Наступают Два Три Часа Небли Слезы Бог Это Делает Почему Я Выпросил Я На корабле Там Хильяков Нету Здоровье Отличное Проверка Идет Все время Чуть Чуть Заметили Это не Так Тебя Сразу Выгонят И В это Время Я Изучаю Слово Божие И вижу Кто Я И Через Это Мое Нахождение Там Господь Показывает Кем Я Должен Быть Однажды Господь Открывает Человек Открою И никто Не закроет А если Закрою Никто Не откроет А как Узнать Я избран Или нет Определись Сейчас Сегодня Ни Зачем Не постой Требуется Это Я Сделаю Это Вот Я В одной Квартире Жив Бабушка Ну Она Была Девочка Еще И Отец У нас Говорит Читал Библию Я До Того Удивился Прям Библию Библию Ну Ты Видел Читал Библию Ну Считать Неумело Но Я Вижу Это Библия А они Где-то Жили В Румынии Или Где теперь Переплывать Там Дунай Уже Все Погрузились Люди Грузятся И вдруг Старичок Какой-то Шагает Через ноги Веде Мы Сидим Он Подошел Как она Григорьевна Да Подошел К нему Григорьевна Время Твое Настало Пора Идти Он Друг Поднимается А у нас Тут Свои Говорит Ваулы Это Называют Зайди Там Вот так И заплакали А мать Говорит Да ты Что же Делаешь У меня Пятеро Детей А ты Куда Пошел Моими Тересами Тело Живы Не будете Простите Меня Он Перешанул Грище Из ноги Вышел И мы Посиди Не знаем Где И она Теперь Когда уже Выросла И все По Монастырям Ездит Спрашивает Были Такой Старичок Я Потом Знаю Это Бог Делает Так И вот Говорит Что Интересно Когда Мы Один Остались Надеемся Не на кого Одно Однажды Едем Брищ Это Вот Такая Корыта Какое Смотрим Канаву Канаву Вот так Трава Ходит Заглянули А там Большие Рыбины Мы Полные Наложили Дорогой Привезли А Речки Нигде Нет Ничего Нет В Канаве Нету Канава Заканчивается И дальше Суха Опять У нас Было Такое Рыжковский Пруд Не этот Рыжковский А там Ананевский Как-то Называли Его И Прошел Дождь Грозой Ну там Лог Влагов А рядом Поле Я смотрю Пшенися Большие Там Пискали Ольяны Пролило Небо Подняло Смерть Закрутил Все Объяснило Дальше Было Намолотили Насколько Там Маленькое Хлебо Прикинули Солом Все Изнимали Изняли Подошли Это Почти Не закрыто А Эта Которая Плохая Открыли Взяли А Все Целое Осталось И мы Без Без Него С Отцом Этого Ничего У нас Не Был А Другого Нам Не Нужен Был Вот Это Библия Сказала Когда Он Веровал Для Меня Это Настолько Странно Казалось Вот Мы Сейчас Считаем Если Себе Записал А Что Тут Написано Я Дома Приду Еще Раз Еще Раз Проверю Я Когда Услышал Записыв Друг Три С Закапи 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 Сам Знаешь Где Откуда Мы Нас Знаем Друг Друг Дай Веры Крепкой Господи Без Отказной Меня Проверять Был Еще Не Один Раз Но Бог Открылся Я Открылся И Вот Эту Веру Я Пронес 62 Года Без Велесемерия Без Выгоды Для Себя Что То Вот Сегодня Я Любовался Зарницей Конечно Вас Вспоминал Да Это Сколько Ночью Я Каждую Ночь Выхожу Начинаю С батюшки Игоря Молиться И то Вижу Спутник Летит То Самолет Топовые Огни Горят А Сегодня Вот Это Вот Тут Молния Бьет Только Ударит Опять Милость Божия Пожалел Что Никто Не Видит Думаю А можно Было Снять Не Снять Я Мог Снять У меня Вот С собой Аппарат В кармане Почему-то Подумал Что Это Не Снять Она Сразу Делается Затемнее И Хорошая Аппаратура Была Была Она Еще Будет И Особенно Сильно Будет В Начале Августа И Ветра Объяснения Нет Никакого Вначале Говорят Далеко Гром Не Слышно А там Люди Живут Рядом Над Ними Сверкает Нет И Отодвигается Горизонт Дальше Вот Когда Мы Желаем Спасения Любыми Путями Что Угодно Мы Должны Благоразумно Поступить Как Ты Вошел В Небрачной Одессе Уже Ответ Реши Ничего Ты Не Потеряешь Ты Скажешь Столько Столько Когда Приди Я Заплачу За Эти Штаны Но Их Не Будет И Своя Рукой Влечтожь У У У У У Батюшку Подойти И Сказать Посмотри Обтянутый Дребезди Лежился Запрещено Запрещено Правильно Запрещено А он Уехал Туда Крестово-звезды С коррупчиной Нажваривает А Я Переживаю Почему Она Невеста Волосы Здесь Она Никогда Не Была Всегда Два Походи А Теперь Она Или Вообще А Вообще Это Означает Близь К Богу Не Будет А Это Отказиться И На Того С кем Будет А Что Сегодня Не Поздно Я Еще Раз Говорю Вы Знаете Девочка Хорошая Хорошая Она Хоббит Ну Все время Бутылочка Воды Прихлебывают Это Не должно Быть Как Вчерашнее Вот Это Воськобит Ну Время Перед Алтарем Да Какие Комары Закрыть Дверь Нельзя Дверь Открыта Комары Ну Не Отмахивайтесь Меня Оттолкнули От этого Комары Ваши Не Мои Самый Обеспеченный Батюш Как Говорю Его Откнешь А второе Он Все время Дыма Боятся А он Дымом Подкуривает И все Комары Разлетаются У него Сто Процентная Гораль Двадцатый Двадцатый стих Для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, толкованием, то есть, чтобы мне, как должно, защитить себя, как проповедника веры, с дерзновением и негатива веры, с дерзновением и негатива веры. И И Но Кому же ты исполняешь посольство? К людям, чтобы примирить их с Богом. Но они связали меня, хотя по закону послы не должны подвергаться никакому насилию. Итак, хотя вузы положены на меня, чтобы обуздать мое дерзновение, но ваша молитва откроет мне уста, чтобы дерзать и говорить все, что повелел мне поручивший мне посольство. Видишь ли, меч есть дерзновение в проповедовании Слова Божия, которое Павел хотел говорить в откровении уст. Ну, кто вуза проповедовал бы, кого-то назовите, чтобы в тюрьме, среди заключенных, другой нации и проповедовал. Просто припомните. Ну, ничего не скажешь, потому что там не было. А вы можете говорить. Я могу говорить. Я не просто сидел. Я же говорил, Греб Якубнин, 7 лет назад был. И не он один. Демитрий Дудко, такие люди, как вот Александр Огородников, Зоя Крахманихова. Я спрашиваю, было ли у вас такое? Вы какие-то сказки рассказываете. Каждый день пробуете. Первый день. Вот я первый день в камеру только вошел. Сразу спрашиваю, а во сколько лужин? Ну, лужин 7. А отбой? Отбой, наверное, в 10. В 10? В 10. Камера переполнена. 25 человек, а 75. Попеременно. Одни отдыхают, другие ходят, а другое. Вот первые минуты. Я только храм, это храм, говорю, камеру открыли. А не видать ничего. Ну, 75 человек кует. В 3 этажа. Сразу оттуда зашевелился. Я зашел. Мир дома всему! Он заколыхался, говорит, вот такой амбал был. А его уже избрали в камере здесь. Он старший. Ты откуда, дед? Из Барнавула. А в статьях какая? Говорю, 190 при укажется поцелу. Что, мента брохнула? Я говорю, 190. Это 193 распространения заведомо ложных. Там объясняет парашка советская государственная сестрой. А теперь, конечно, я признавал и признанно все это было. Было. Гнали верующих. Это все заведомо ложное измышление. Так у тебя что-то считать есть, а есть? Есть. А как вам дали? Дали. Вот у меня первый допрос. Я разговариваю со следователем. Там курьер был. Второй. Другой раз. Я говорю, мне нужен новый завет. Ну, мало ли, что нужен. Так. Мне нужен новый завет в Сантырию. Жена ходит. Ей скажите. Больше от меня не услышите ни одного слова. И все. И ему надо писать, что он возвращается в целый лист. Ничего нет. Он сразу же на следующий утром принес. Это не запрещается. Но я должен был восстать. А теперь здесь, я говорю, найдите тех, кто не курит. 75 сейчас. Трех нашли. Тщательно вымойте руки. А они уже все слушаются. Вымали руки. Теперь наблюдайте, чтобы никто не закурил, пока я буду говорить. Понимаешь? Это первый раз в первый день. Еще ничего не известно. Уже я вошел в камеру, и камера под моей рукой. И дальше начинает свидетельствовать. А в утре говорят, вот вы ночью молились, на коленях стояли. 7 человек становились молиться. Мы можем тоже молиться с вами. Можно или нет? 7 человек. Одна проповедь. Но коротко отвечая на вопросы. А вопросы, когда отдельную камеру сделают. Камеры академиков назывались. Один преподаватель. Второй группа космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Аэродинамика. И главный рыбак Алтайского края. Ты знаешь кто? Мамутал. Да. Вот Бог как делает? И ни один не нарушит. Как дисциплина другая. Как вести себя? Вот я тебя в опыт просто переказываю. Веди себя ты как-то. А дальше день я разбил на 5 частей. Каждое или полтора часа, или почасту. Сантыр у меня просчитывается за 2 дня. Тысячи поклонок. 3 тысячи, кажется. И за 6, за 7 дней. Новый Завет полностью перееет. И все. Я стою, молюсь. А это открыло. Там уже ванга пошла. Открыло. Деда. А деда. Сибир лежит. Макака, закрой корнушку. Его дед, он ушел. Как не ушел? А вот он стоит. Я сказал, закрой. Его дед, он с Богом разговаривает. Хлопнул. Она хлопнул, все. А он-то не верующий совсем. Он это слышал. Это Бог делает. И твоя характеристика будет такая, какую ты сегодня будешь делать. И там уже пошла какая-то начальник. Я уже успел написать, обратиться к Богу, читать Евангелие, выдержки из Евангелия. И когда пошли на прогулку, где маленькая щель где-то, я туда... Я расстолкал тысяч штук. Оттуда меня привели уже семь лежат у начальника на столе. Ваша работа, ваша. Вы пишите, что пойдет КПСС. Да мы знаем вас, Кирилл. И в Библии так написано, подполковник. Так написано. Ну, наверное, так и будет. Понимаешь, уже в биографии совершенно другая. Почему? Радостно вспоминать. Вот, понимаете, Благовещение. А Благовещение попадает в Великий пост. Разрешается рыба. Как они узнали? Утром еще до раздачи, на целый час, открыли коту, эту кормушку и принесли рыбы. Да рыба-то хорошая. Ну, конечно, камера небольшая. Там, в бардоле-то было. Запрещенная. Как люди делают? И нельзя ничем это объяснить. Только милостью Божьей. Милостей Господне, вспоминаю, считай, как у Бабтиста поется. Хорошее. Вот мы сегодня собрались, поговорили. Да, небольшой участок прошли. Я еще раз говорю, послание Сетюсяна было трудное. Он в ВУЗах. И просит молиться. В ВУЗах, это ВУЗы, тюрьма. Это сегодня показывают, как там проверка, медицинские комиссии. Ну, все проверяют. Вот Навальный-то исчез. Думали, что там все чисто. А тогда было не так. Вот Иуда-то, как они живые. А кто знает, там внизу ногой приоткрыл где-то. А там проказанные, они пропитались проказами. Тогда было совершенно по-другому. А сегодня, каждую неделю стирают. Каждую неделю дают тебе бритву, пабрисы. Видишь, как? Вот очень долго. Это мы все должны приблизительно хотя бы знать. Вот что сегодня ты услышал, запиши, придешь домой. Многое потерял, что не записывал. Ты бы хотя бы немножко так записал. А потом накопилось у тебя, видишь, целая тетрадь. Вот считают, вот я читал газеты опять же, а имел доступ к киоскам, где продают. А продают не всегда, у себя что-то остается. Эти остатки уже устаревшие газеты. Я эти устаревшие газеты с разрешения начать собрал. И однажды только, я на рюкзаке, однажды только отправил местную на куике, там, отбывая, четыре с половиной тонны. Тонны. Это на себе все таскало. А мало того еще в газете, подчеркнув красную, на что обратите внимание. Кажется, пустое, не пустое. Об этом много говорится. У меня балерина, такое сооружение тут есть. И там написано, для будущих поколений. Переплеты сделал. Сколько там, я не знаю, ну, примерно 750 килограмм, как я посчитал. В разных местах. Газеты, мирские газеты, но там столько многое известно. А это нужно? Мне не нужно. Но открыть глаза людям, это нужно. Вот мы сейчас считаем. Я прошу, о чем помолиться. У нас уже деньги оплачены, только плата. За новое здание, с имитомниками. Не могут получить бумагу из Китая. Все затормозилось. А я трепещу. Предоплата первая была 3 миллиона 800 тысяч отдали. Три. Почти 4 миллиона. Это только бумага. А теперь, теперь будет размер, будет она повыше и пошире. Вот это 750 без страниц. Эти будут книги по 1320 страниц. Все тому проповеди, которые я говорил, они без всякого толкования, мы долго проверяли. Господь даст думать, что кое-кого Господь коснется. Я иногда мне скидывают все время из Германии, что такое ересь. Нет, по порядку. Ересь, если ересь садрукийская, я с этого начинаю объяснять. Они не признают Библию, только первое, это, пятикнижие Моисеева. Остальное отпрасывают. Ну что, души нету, ангелов нету. И дальше ересь идет, разбирают все ереси и попутно показывают, что самые большие ересьи там, если у нас нет любви к Богу. А что не любит Господа, это барана-пакт. Анафина, через запятую. Кому Анафина? Что-то Николай Георгиевич сказать хотел. Да, спроси, какой ключ к рождению свыше? Ключ? Да, ключ какой. Есть и не нет. Первый шаг, основное осознать, что ты ходишь только, молишься, а после этого, последний вздох и пойдешь в ад. Вот если этого нету, то ничего не ищи. Первое, полностью должен. Меня никто не спасет. И тут должен понять, каждый возмездие за грех, смерть, бытие Кримином 6.23. Возмездие, плата за грех только одна. А не так, я помолюсь, и Бог простит. Бог никому никогда ничего не прощал за так. Хорошо запомнить надо. За так. Почему за каждый грех умер Христос? А после этого возложи на него упование. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. 1.29. Грех мира, а это и я. Вот это надо осознать. И принять его своим заместителем. Мое место на кресте. А он идет туда. И теперь уже не надо говорить. У меня нет слез. Какие слезы? Я все время занимался боксом, стрельбой, готовился мстить коммунистам. И вдруг слезы. А в это время один вечер был. Я уже рассказывал это. Собрались люди. И они ждали какого-то человека, для которого достали Библию. А Библию достать было очень и очень трудно. И спорнуло. Сказали, пришла. Приехали нету. Второй раз полетели. И опять нету. Это один экземпляр. И они что-то вместе с собой там, братья, говорят. А потом один встал и говорит, вот тот брат не приехал. А у нас новый братик на меня. Давайте ему Библию эту подарим. Мне Библию. Я не могу высказать, что я почистил в это время. Это не мне. Это перед Господом кого-то другого поставили. А Господь сказал, возьми. И я Библию-то взял и вышел в коридор, а там одежда висит. И я в нее вот так вот воткнулся. И пока шло там час-два, сколько людей собирались, я плакал. И плакал, и не мог остаться. Молитва, слезы благодарности. Вот что отец Кирилл увидел там, написал часами. В церковной ограде стоя на коленях плакать. О чем? Что не проповедует Слово Божие. Народ не знает Бога. Народ не знает Христа. Я реально вижу эту картину. И ничем не... Вот этот враждует, который он против, я за них в первую очередь молюсь. Они это узнают только на том суде Божьем, который придет. У них нет ничего. Они не видят это. Но я каждый день молюсь сейчас Белоуса Андрея Романовича. На него уже четыре покушения было. Министр обороны. Какие аресты пошли? Эти женщины генеральщи. Чем они заработали? Молоденькие. Все погоны снять. Судить не буду. Отойдите в сторону. И каждый день я посылаю для него, ну, примерно 20 посланий. Какие ролики, где он участвует. Я в каждый ролик крапляю от себя просьбу. Говорим, как мы заботим. Они всегда говорят, в конце, когда что-то говорят, не забудьте, а ответить. Там, дайте понять, что народ за него и прочее. Я каждый день сбросы делаю туда. Как мы полюбили его. Что ждет. Как он должен выполнить ту миссию, которую Бог дал ему. Такие люди рождаются в столетии, может быть, один. Андрей, звать его. А величать Аррем, Арремович. Все генералы, Шойгу, который был министром, всех подвел, как будто никогда не было. Который заместитель, арест за арестом идут сейчас. Он сразу только обнаружил подделка 11 триллионов, которые должны были на пенсию. Но ясное дело, я бы не отказался в пенсию получать больше. Но сейчас, допустим, пришел бы Владимир Владимирович Путин и сказал, у вас есть какой-то недостаток к власты? Я говорю, пенсию мне бы побольше. Потому что вы мне не давали работать проработка. Меня сторожи не едет принимали. Только в одном месте меняли, после второй смены. Я только в отбор зашел, а на втором этаже один кадр. Ну, ходи сюда, пактись, паршилы. Мы трудовую в окно выбросили. Пошел с отбора, вот и все. Устраивал на работу заключенный, когда освободились, майор МЭЦ, Евгений. Всех устроили для них, как он со мной ходит. Надо, надо. Так, маленько погодя, звонок. Так, нет, нет, не надо, не надо. КГБ, звонка добила. И в то же время они меня спасали. Спасали. Ты когда говоришь, а это неправда? Мне Бог дал таких людей. Вот они надо мной кураживаются. Делают свое дело. А они ничего не сделают. Вот представь, с этапа идешь, она так как? До Новосибирска, в тюрьму. С Новосибирска, допустим, до Челябинска, опять тюрьма. А там свои человеки туда-сюда. Не так, что отсюда и до Москвы. А меня Москва затребовала. И вот теперь по этим остановкам, по этим остановкам будем определять, как они относятся. А относятся они по-разному. И вот стоят уже, сейчас поезд, сейчас машину затарят вас. Это все за стенами, никуда не выйдет, за забором, с корючей порогой. Есть какие жалобы? Стоит полупьяный там капитан. Ну какие жалобы? Вот только вы вырвались отсюда. Этот конвой, который ведет, ну не пожаловаться, ничего нельзя. А то они в одном месте находятся. А сколько везут, перепадают. Ну и что? Ну я говорю, жалобы есть. Он не поверил даже. Жалобы? Все так перееденулся, пропал мужик. Это живым не выпустят. А что за жалобы? А у него там дело, большая, когда делает журнал, а там стоит, который показывает дело, смотрит, дело посмотрел. Так, видимо там знак стоит, я не знаю какой. Я знаю, что это КГБ поставили. Так, в чем? У меня лучшая огняга. А я стихи пишу, надо записать вещи. И смотрим. Так, иди. Зашел, на стороне у него ручей, там я с сумкой. Он вот так вот закрепил, говорит, хватит. Так, жалобы нет, никаких жалоб не было. И не один раз у меня так было, знак какой-то. И это те, которые посадили. Все на пользу. Вот когда рассказываю, башнист, а у меня, если КГБ помогало, защитя сотрудник у них. Ну, транспорент не вышли. Не был я сотрудником у них. Вот представь, подполковник этого, Никулин Юрий Михайлович. Моей матери, когда она приходила, сказав сына, я верну маму. А в это время свидание, кажется, было или что-то такое. Я, начальник приехал, говорит, тут винят решение уже прокуратуры, все, документы, чтобы вас освободили. Я говорю, а я не пойду. Я знал, это будет. Написал заявление. От помилования отказа смену же выйти в суд. Он вышел перед окном. А сам форма такая легальная, тут меч. Ну, красивая форма. И вот, вот, мое заявление подержал в руках, порвал вот так вот, Игнат Тихонович. Тут мразь одна, а там истут вашего злотауса, хоть мешками распространяйте. И вот, он приехал со следователем. На КГБской машине, еще одна. Мы с Надеждой Васильевной сели, он до дома довез. В комнату вел, мамы не было. Он говорит, что я матери обещал, сделал. И когда освободили, он говорит, когда второй раз арестовали, он на пенсии был. Я пришел и говорю, вы что делаете? Какой озбор сделал у меня? А подошли, говорит, знаете, дураков у нас у вас хватает. Сотрудник КГБ, я его называю, как? Я за него молюсь. Начальник тюрьмы меня в сервере воззывал, с первого дня раной будет. А вот как? Он будет война там с Китаем? Опять? Раз за разом вызывают. Соломин Александр Семенович, полковник. А что у вас тут? Он спрашивает. Я сейчас тут показал, то ли кружка затенена, а у нас по батарее, которая за этим смотрит, зашла. Что вызвали? Ты смотри, кто перед тобой находится, что ты дала ему эту? А не, наверное, шипер. Шипер. Шипер-то это. Ваня в рубахе работает и называется дерево. И мне такую кружку и дали. Одну кружку там в другой раз забросил. Ну как ночь провели? Я говорю, какой-то капитан заходил, а я в сапогах, в оттянке, там, на ручку повесил, он зашел, я тебе кишки повешаю. Он сразу позвонил. Вот это пришел дежурный. А это кто там был? Это праневший капитан какой-то. Ему открыли, он увидел, там такое, говорил. Мы ему сказали, он быстро уехал. И это власть. Когда берущие, они никак не могут понять, что когда пути человеку угодно Господу, он и врагов его примеряет с ним. Зачем это писало Монатой? А начнешь говорить? Ой, это о себе говорите. Ну ты о себе скажи. Открой, Яков 2,18. Вот послушайте. Помешались на этом. Говорил на себе, чтобы увлечь себя. Павел говорит, подражайте мне, как я хрисую. Зачем он на себя говорит? Я больше всех был в страданиях. Больше всех в поношенниках. Больше всех друзей. Зачем он перечисляет? Больше, больше. А другие апостолы как будто не беда этого. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дела твоих. А я покажу тебе веру мою и сделаю моих. Почему мне нельзя тебе показать веру мою и сделаю моих? Я их показываю. Как бояться это? Потому что нечем показать. Год за год обладут, и все остается. У тебя должна быть непрерывная радость. Вот сейчас там то-другое сделали, тебя зерном обманывают, машину сгрубили. Конечно, результат Бог будет не по этому зерному. А еще другое зерно будет. И твоя доброта перед Богом никуда не верится. Еще раз говорю, что Господь положил мне на сердце нынче выходить ночью и молиться о вас на сердце. Прошу, принять свою маню при меня. Начинаю с батюшки Игоря и по порядку всех. Ну и, конечно, до волоса у вас Андрея. Вот такая наша история. Такое занятие, такая история. Так, ты понял, что я говорю? Все, я говорю, что я не готов. Соболись, я будь в большинстве Бога. Достойно языкового истину, блажите Тебя, Богородицу, Ты слава, блаженную и приня порочную, Ты, Матерь Бога, нашу, честнейшую херурин, И славнейшую, и славнейшую, и славнейшую, и славнейшую, и славнейшую, и славнейшую. И, батюшка, поблагодари Бога. Благодарю Тебя, Христи Божий наш, За Твою милость и к нам и щедроты, Которые Ты охружаешь, Господи. Слава Тебе, благодарение, что хранишь, А что позволяешь нам наслаждаться Общением друг с другом, Господи. И красотой создания Твоей, Господи. Слава Тебе. Прости нам наши согрешения, Господи, согрешай. Вольно или невольно, Ведомый или неведомый, Господи. Но в Твою милость надеемся мы, Господи. И верим, что не остарайся любящих Тебя. Тебе, Господи, слава, благородение, честь и поклонение Отцу Сыну и Святому Богу ныне, Причнего веки веков, Родина. Аминь.